В возрасте 60 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни актёр, режиссёр, бывший директор латвийской национальной оперы Андрей Жагарс. Полностью осознать и оценить его вклад в искусство можно будет лишь через время, говорят люди культуры. По характеру он был человек Ренессанса, так говорит об Андресе Жагарсе его друг-композитор Артурс Маскотц. Они дружили больше сорока лет, ещё со времён учёбы в консерватории. Работали вместе и в театре Дайлас, и в латвийской национальной опере. Ощущение огромной потери, ещё не формулируется в голове. Весь этот объём того, что сделал этот человек, и как он боролся за поднятие уровня и латвийской оперы и какая у него была такая визионарная политика, понимание и культуры. Латвийскую национальную оперу Андрей Жагарс возглавил на заре независимости в 1996 году и руководил театром 17 лет. Андрей Жагарс очень заботился о молодом поколении, рассказывает Криш Анис Норвелес о том, чтобы певцы и музыканты могли учиться у хороших педагогов, в том числе за границей. В то время начинали свой путь теперь уже звёзды мировой сцены. Дирижёр Андрис Нельсонс, певцы Кристина Опалайс и Александр Антоненко. Это было такое счастливое время, я думаю, для нас и для него тоже. Всё как-то получалось и с огромной скоростью мы шли к своим целям и достигали их. Свою карьеру в мире искусства Андрей Жагарс начинал как актёр в театре «Дайлес». Он прослужил там с 1982 по 1994 годы. Позже он ставил в родном театре спектакли. Он был строгим к себе и поэтому много требовал от актёров, рассказывает Гинц Гравелес, исполнитель главной роли в постановке Андрей Жагарса «Песнь слона». Он своё имя написал крупными буквами в латвийской, не только в латвийской искусстве, но как бы… Я говорю, он был великим человеком, не только так, что он такой, он был такой. О болезни Андрей Жагарса кто-то знал, кто-то догадывался, но сам он её не афишировал, скрывал, рассказывает Гинц Гравелес. Он до последнего надеялся, до последнего старался и до последнего ушёл с высоко понятой головой. И я думаю, конечно, слишком рано, но… но…